Новый дом взамен пострадавшего. Накануне 30 семей в Каркаролинском районе нашей области отметили новоселье. Их прежнее жилье было признано комиссией непригодным для проживания по причине весеннего потопа. Подробнее в сюжете. В доме женусовых, что в поселке Матак Каркаролинского района, сегодня праздник. Они въехали в новый дом, построенный взамен пострадавшего от минувших паводков. Напомним, что вследствие весеннего паводка в Каркаролинском районе пострадали 288 домов. Из них независимой экспертной комиссией аварийными и непригодными для жилья были признаны 30, в том числе и дом женусовых. Хозяйка назвала все хлопоты по обустройству в новом жилье приятными. Говорит, что благодарна местным властям за то, что ей оказали своевременную помощь и поддержку. Новый дом, конечно же, лучше, чем старый. Большой, светлый и уютный. Строительство велось в селах Нталы, Матак, Коктас, Токтар и в селе Нуркен Каркаролинского района. Для строительства 20 домов было выделено бюджетных 181 миллион 606 тысяч тенге. Три дома были построены за счет средств общественного фонда. А семи семьям, не имеющим правоустанавливающих документов на земельный участок и недвижимость, организован выкуп готового жилья. Все ремонтно-строительные работы велись шестью подрядными организациями и выполнены в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Кроме того, всем пострадавшим от весеннего паводка в Каркаролинском районе была оказана материальная и гуманитарная помощь. Возмещен ущерб и выплачена компенсация за потерянное имущество на общую сумму около 27,5 миллионов тенге. Рымжан Баймаканова – пенсионерка из поселка Нуркен. Говорит, что после того, как их достигла беда, не сомневалась, что их не оставят. Им сразу было предоставлено временное жилье и компенсация. И вот теперь новый дом взамен ветхого старого. Ирина Вобещевич, Арман Бектубаев, Владимир Иванюк, 5 канал.